добро пожаловать на hard reset info это lg g8s think you да это действительно такое название аппарата и на самом деле аппарат действительно должен быть интересным но в начале да вот вы берете покупайте заказывайте телефон он у вас приходит в коробочке давайте посмотрим какая у него комплектация итак открываем коробочку и выбрасываем крышечку смотрим что у нас в виде днеется здесь и так достаем вот эту вот ненужную штукенцию это нужно она держит в себе сам телефон окей телефон отбрасываем смотрим что здесь здесь у нас тряпочка тряпочка причем это микрофиброчка первый раз в жизни я увидел что в комплект к телефону добавляли микр давай давали микрофиброчку вот в этом телефоне lg g8s think you распаковка уже на канале смотрите это второе устройство на котором я это увидел и что здесь у нас здесь у нас опять-таки зарядный блок lg мол fast charge но на самом-то деле никакой то не fast charge это 18 ватт блок то есть это как бы fast charge но нет и быстрая зарядка у нас вроде как беспроводная но я не я не думаю что она быстрее 10 ватт я даже уверен что на медленнее 10 ватт либо же 10 ватт поэтому то что она быстро это так с натяжкой сказано кроме того что у нас еще есть у нас здесь еще есть кабель естественно и вот такой вот коробочек коробочек я так полагаю что он у нас с наушниками и да я не ошибся амбушюрки к наушничкам и наушники ребята вы наверное знаете что lg эта компания которая всегда делала ударение на мелочи а именно такие например как качество звучания и кроме того что они в комплект к своим к своему телефону поставили действительно интересные лучшим киво здесь вот это шнур здесь обычный кабель очек обычная но выглядит они действительно интересно то есть не выглядит какие-то дешманские это выглядит как хорошие внутри канальные уши это интересно интересно ничего не скажешь кроме того кроме того этот телефон поддерживает внимание услышьте меня он действительно поддерживает аудио в 32 битах что по сути является 192 килогерца при прослушивании аудио это значит что хорошую музыку можно слушать в хорошем причем не просто хорошим а в действительно хорошем качестве ну конечно нужно к этому еще добавить хорошие дорогие уши что не всегда приятно осознавать что их тоже нужно купить для того чтобы раскрыть 192 килогерца но это это уже такое кроме того кроме того кроме того обязательно нужно сказать что у нас аккумулятор я забыл это уточнить простите уж пожалуйста аккумулятор у нас на 3350 миллиампер часов и это слабая сторона этого устройства потому что 3000 миллиампер часов это мало а учитывая то что здесь высокопроизводительный snapdragon 855 это вдвойне мало потому что процессор действительно крут не сказать что у них у него есть проблемы с автономностью хотел сказать у него есть проблемы с автономностью это как iphone на андроиде в том плане что батарейку не держит ну так как в теории хотелось бы чтобы он держал но все равно жаловаться как бы нет смысла конечно будет тесты использование этого устройства в реальной жизни сколько часов заряда аккумулятора он выдержит ну действительно потому что мне правда интересно сколько же он сможет продержаться я я уверен что не сильно много ну конечно же конечно телефон действительно должен получиться интересным потому что у него здесь не хухры-мухры ребята а три камеры причем три камеры не просто как на обычных китайских телефонах просто какие-то три модуля камеры зачем они существуют ну типа бог его знает хотя нет наверное и он не знает но просто фишка в том что здесь действительно три рабочие модуля 12 мегапиксельный модуль основной причем поддерживающий pdf и ois кроме того 2 12 мегапиксельный это телефото модуль который вот этот вот он приближает это зум модуль скажем так двойной двукратный оптический зум он обеспечивает ну и конечно же 13 мегапикселей ультра широкий угол это это по моему вот этот вот по моему этот модуль он обеспечивает у нас ультра широкий угол и это действительно хорошо потому что блин ребята здесь три модуля вы заплатили за три модуля и три модуля рабочие действительно рабочие а не так как китай фон поставили себе четыре камеры одна камера на 20 мегапикселей 2 2 3 2 3 4 4 и все это бесполезные модули здесь все модули действительно рабочие должны свое отрабатывать кстати отрабатывать или нет посмотрим пока что к сожалению неизвестно но станет известно очень скоро потому что все тесты грядут все их все эти тесты вы сможете увидеть у нас на канале не пропуститесь подпишитесь елки-палки если вы это еще не сделали кроме того сэлфи камера кстати сэлфи камера я думаю здесь достойно отдельного внимания и возможно даже отдельного то есть давайте протру защитку по какой причине сейчас вам объясню здесь не самая обычная сэлфи камера не знаю видно вами нет вот здесь у меня две лампы которая светит и фигачи сейчас прямо в телефон при этом видите меня телефон вернее меня эта камера ловит идеально учитывая то что у него такой мощный контровой свет я сделал еще один снимок да действительно интересно и действительно интересно потому что он меня засветил стол пожалуй немного тоже засветил времени стола экран но при этом цвета нереально хорошая и разборчивая вот прям вот нереально правильные цвета я вот смотрю к сожалению если я покажу вам этот свет здесь он вам покажется неправильным потому что камера sony которая снимает это видео она хуже отображать цвета чем этот телефон ну что это у лжи специальный алгоритм для обработки цветов тут удивление никакого это не вызывает потому что каждый раз говорю как только приходит лжи окей хорошо с этим разобрались по корпусу корпус кстати у нас вот эта рамка она алюминиевая что хорошо потому что телефон как бы упрочнен и и что важно у нас здесь не используется пи болит как на в 50 а здесь используется джи олит но он тоже поддерживает hdr 10 поэтому все равно все очень и очень хорошо конечно же у нас переднее стекло покрыто горилла глаз 5 заднее вроде как тоже но точной информации никто нам не дает как я говорил у нас 80 850 855 снэп дрэгон что нереально круто ну и по сути по сути самого интересного это все мы знаем что лжи просто нас берет уже своими плюшками которые он устанавливает на свои устройства а они совершенно разные то есть это это в какой-то мере ну программные фишки по типу top and pay либо же какие-то quicksack мему либо же позже даже даже не знаю что сейчас сказать но действительно фишек у них очень много что мне нравится в телефонах лжи наверное то что они очень сильно похожи на самсунг я правда правда сказать не понимаю почему откуда такие большие сходства в системах может те корейцы те корейцы они друг друга взаимствуют какие-то фишки возможно но он выглядит точнее выглядит выглядит такой выглядит он похуже чем самсунг интерфейс системы но работает как будто доработанный самсунг как будто самсунг на который самсунг которого мы заслужили но это в теории конечно же потому что это было это я говорю опираясь моем о мой прошлый опыт который я получил от использования телефонов лжи но сейчас сейчас-то мы все узнаем сейчас-то мы узнаем что с этим телефоном а для того чтобы вы узнали тоже тогда подпишитесь столько теста такие глубокие и серьезные тесты вы не увидите нигде просто нигде поэтому подпишитесь и время от времени проверяйте плейлист с lg g8s think you что ж пока